К ней еду в гости. Очень нравится, как вы все-таки вход оформляли. А это у вас плодник, пузыри плодник дьявола, да? Его забил же смену. А мне очень нравится, что семена, они так красиво смотрятся. Очень красивая сиреневая, причем темная сиреневая. Очень красивая. Кому надо семена. И очень люблю настурцию, просто обожаю ее. В настурцию тоже я насажала три сорта. Я в саду Наташа, Наталья Ивановна. Сады с древних времен являлись традиционной формой организации окружающего пространства с помощью зеленых насаждений. Итак, какие же задачи ставит перед собой ландшафтный дизайнер, а какие ставит садовод? Ландшафтный дизайнер, его главная задача – создание красоты, гармонии в сочетании с удобством использования инфраструктуры. Моя главная задача садовода – это повышение урожайности. Ландшафтная архитектура или дизайн – это искусство, находящееся на стыке трех направлений. Архитектура, строительство и проектирование – это инженерный аспект. С другой стороны, ботаника, растение и водство – это биологический аспект. И третье – использование сведений из истории культуры и философии. И замечательный пруд, и подпорная стенка, и малые формы в саду, и организация пространства – все это элементы ландшафтного дизайна. За 20 лет своей профессиональной деятельности она приобрела феноменальные знания и ботаники, и растеневодства. Здесь тоже из черенка у вас, да? Да, артист из черенка. Он сначала прежде был в другой стороне. Посмотрите, какие они высокие. Бутоны набирают. Да, георгинами свыше метра. А вот это из семян, это тоже будет высокие. Ну, это клубевые, да? Когда за цветут вы приезжаете, это будет красота необыкновенная. Яблоки паспеют. Есть некому. Ой, надо же, тис из черенка. И черенок был небольшой. Такой огромный куст. Но это давно вы его уже? Да, конечно, лет 16. Я хочу вам показать подпорную стенку. Вот подпорная стенка. Очень красиво, выгодно, оттеняет всегда и хвойники, и растения. Фонтан в таком чудесном водоеме, который тоже сделан из камня, вокруг которого очень много цветов, в том числе летников. Очень много фигурок. Как я уже говорила, нам обязательно нужны какие-то фигуры для привлечения взгляда нашего. И здесь очень много цветов. А вот Наташа рассказывала, она же занималась аранжировкой. И она делает композиции на воде для того, чтобы еще больше украсить свой замечательный пруд. В первую очередь этот сад – сад профессионала. Наталья Ивановна около 20 лет своей жизни посвятила работе с растениями. Своим опытом и знаниями она делится со всеми. Ее сад, разбитый на шести сотках, оформлен по всем правилам ландшафтного дизайна. Во-первых, сад имеет красиво оформленный вход в сад и в дом. Во-вторых, сад разделен на зоны. Первая зона – это парадная, то есть вход. Вторая – хозяйственная, состоящая из двух зон. Зона, куда входит хозяйственный блок, две аранжереи, огород, плодовый сад, колодец. Третья зона – самая маленькая. Это зона отдыха. И четвертая зона – самая большая, основная. Туда как раз входит коллекция собранных ею растений. Большая часть ее коллекции хост расположена в теневом саду. Вместе с мужем они создавали сад с нуля, своими собственными руками. Я хочу показать бадан. Бадана много. Но вообще у вас очень много растений. Ой, прекрасно. Не только в листьях, а еще формы листьев. Потому что эти острые, а эти такие вот, видите. И вот эти контрасты, они всегда хорошо. Даже вот когда просто зеленые растения, если грамотно посадить с интересной формой листа, и особенно контрастное сочетание, это вообще получается великолепно. Но я теперь поняла, что вы все-таки специалист. Да не особенно специалист. У нас был защищенный грунт. Но и для открытого грунта мы тоже растения выращивали. Потому что на заводе было 2 или 3 пионерских лагеря, 16 детских садов. Это надо было все озелить. Завод громадный, он и сейчас существует. Знаю это, знаю. Но сейчас все закрыли, потому что денег нет. Жалко. Я вот приехала сюда как раз полюбоваться. И я смотрю, что здесь есть и теневые сады. Вот здесь вот у дома, где чаще всего тень бывает, теневой сад. Вот здесь хосты разных сортов. А стильба. Вот такие крупные листья. Вот желтость. Я бы сказала, очень много. А это вот недавнее ее приобретение. КОНЕЦ. ТРЕВОСТА. КОНЕЦ. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть средние хусты, а есть гиганты Ой, действительно, какие у вас прямо, ой, а чего только нету Это яблони, они закрывают забор Ярусом идет малина, малина здесь освещена Ну все заросло Это зибальда, да, у вас огромная? Да, зибальда Просто совсем в малине Ой, мы подошли в гортензию Малина влезла, ее надо отсюда, это диверсант залезла в гортензию В гортензию залезла Вот здесь вот у меня лук был, там чеснок Вот грядки-то я сама делала Вот уже можно неоказательная часть Здесь грядки Отсюда выкопан лук Ой, пахнет укропом Такой запах стоит Здесь земляника И вот второй парничок Здесь растут огурцы Я всегда в саду снимаю задние планы И оцениваю всегда сад по этому Потому что отдельно стоящие растения Это не сад Сад это все вместе Растения подобранные в различных комбинациях В композициях Которые создают целостную картину сада У сада обязательно должен быть объем Который создают высокие многолетники, кустарники, деревья Необходимо буквально все знать о растениях Для того, чтобы подобрать и цветовую гамму Рядом растущих растений И особенно это сложно Если вы хотите создать композицию Из одновременно цветущих растений Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Они небольшие Это сорт россиянка Я специально такие насажала Чтобы не громадные резать А взял, разрезал Это тыквочки, да? Тыквы россиянка Как на елочке висят шарики Ой, правда, смотрите, как на елочке Вот туда, вон какая большая, хорошенькая Желтенькая Они, мне кажется, уже и поспели Они так окрасились Да Ой, как у вас Там вот наверху, на верхотуре Вот на яблоне Их много здесь А здесь вот кабачки Конечно, это плохо, что я посадила рядом кабачки А, в той бочке кабачки Да, они переопыляются Я их там обыграла Я уже 6 банок закрутила Ой, сколько у вас их вообще гроздями висят Да Прелесть какая Ну, много облетают, опадают А потом были сильные ураганы Много поломало Ну, да, да, да Вот, смотрите, геферы, где выросли Вот, не, не сажала Ой, надо же В дырочку Бочка худая И вот она выросла Из дырочки в бочке Да, да Нарочно не вырастет Вот посадишь, не вырастет Замечательный куст ежевики Вот он Ягоды еще только созревают Замечательно Ну, вот эта вот бочка с водой Еще какая-то Слива Слива Видите, с той стороны вообще все закрыто деревьями Вот смотрите, миниатюрная волжанка Я, честно говоря, вижу ее в первый раз Говорят Да, да Замечательно Она еще пока не цветет Вот только собирается Опять же, хостом увидим И сюда мы пришли Здесь крупнолесная у нас Гортензия Важная Огромный куст Вот просто огромнейший О, с меня ростом Ой, замечательный Так, вот там Здесь ландыши в темноте Опять растения, которые О, какая медуница я вижу, шикарная О, какая медуница я вижу А вот вид с крылечка Видите, на вход Там вот эти туи высокие Водоем С левой стороны много вечна зеленых Справа тоже Вот и пришло время прощаться С этим замечательным садом Ну, последнее, что я хотела бы сказать О том, какие изумительные композиции Создает Наталья Ивановна Хозяйка этого прекрасного сада Еще раз обратите внимание На сочетание растений Растения, как и люди Не любят одиночество Они лучше себя чувствуют И растут в группах Со схожими условиями Каждый из них Подчеркивает красоту другого А правильно собранные вместе Они создают Незабываемые композиции Успехов вам, дорогие друзья Ссылку на канал Наталья Ивановна Ивановой Я дам ниже Растения 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 Продолжение следует...